Изменилось, что мы с вами не виделись? Продолжаю. Колотят. Я хочу, чтобы все-таки ты это дело, я почувствовала, чтобы это дело работало. Вот и все. Вот что я хочу. Чтобы это дело работать, надо же не одно мое желание. Ну да. Вы же понимаете. Тут не одно мое желание надо. Моего желания одного. Я думал, хватит, мне не хватит. Надо больше людей. Нет, нет, нет. Ну пока у меня не перестает быть желание. А почему ты не хочешь присоединиться с этой женщиной, которая была в громаде? С какой женщиной? В громаде, которая была. Вот. Ты ее знаешь. Она организовала громаду. Не, ну мы с ней, конечно. Ты контактируешь с ней? Да, нет. Телефон у тебя есть ее? Конечно, конечно. А ну давай телефон. Да я вам ее давал. Да не давал. Надежда? Да. Ну так и что, она сегодня была здесь? Что у вас нового, говорите? Колотят? Так мы тогда и организовали бы. Как мы организовали, когда вот эти искали деньги свои, которые сдали в ДИВА? Как мы организовали? У нас было удостоверение. Мы помогли в прокуратуру, из суды, везде. Это не главное удостоверение. И к прокурору обратиться. И все подписали. Это много, значит, не один человек, а много. Понимаешь? Понимаешь? Хорошо. Удостоверение. Выдадим вам удостоверение за номером один. Ага. Ты мне выдаешь. Не надо. Не надо. Удостоверение. Ну ладно, за номером два. Что дальше? Что еще дальше? Что еще дальше делать? Вот ты мне скажи, самые простые вещи. Людей мы знаем, которые делают. Они постоянно делают. В одно время. Так? В одном месте. В одном месте. Никуда толком. Делают уже много лет, 30 лет. И как ты настроен это делать? Ну я хочу людей позвать. Я вот зову людей, говорю, идемте. Они говорят, хорошо, но только сейчас, подожди, Новый год, подожди, 8 марта, подожди. Выборы. Ну мне понравилось очень. Да подожди, выборы. Я говорю, так это же как раз выборы. Очистите вашу территорию от этих ублюхов. Они говорят, хорошо, потом. Вот выборы закончились. Слава Богу. Вот сейчас. Выборы закончились. Я была у редактора газеты. Вот здесь, на втором этаже. Южная правда? Вечерний Николаев. Вечерний Николаев. Была у редактора. Я рассказала всю ситуацию. Он мне дал один совет. Один совет. Продать. И уйти. Тоже хороший совет. Чтобы не вмешиваться ему. Нормальный совет. Потому что они были в судах и все такое. А лучше уехать вообще со страны. Тоже хороший совет. Тоже хороший совет. А как же мы в этой стране живем. И как мы должны тогда. Мне все-таки хочется, чтобы они отсюда уехали. Не мы отсюда уехали, а они отсюда. У них денег плавок. Пусть они отсюда сваливают. И я приложу все усилия, чтобы они отсюда свалились. А меня. Ты знаешь, что он мне последние слова сказал позавчера? Ты уже всем надоела. Увы, да? Тебя надо убрать. Это восьмой номер сказал. Ты ваша соседка? Не соседка моя, а он в восьмом номере. В восьмом номере. А это он когда сказал, ему иначе по-другому никак. Он вышел, подъехал, а надо было выйти. А я усердно смотрю, кто выйдет с машины. Ты недавно была? И он выходит, да. Ты недавно? Да. Который менял вот эти номера машин. Организовал не одну группу. Там они, знаешь, как меняются? Он для этого, если ты заметил, он для этого поставил мне шифером забор, чтобы я не видела. Закрыл шифером. Там ты никогда не зайдешь. Ни милиция, никто не зайдет. Дверь не открывается категорически. Там получается дом на двоих, на двоих. И две ванны. В одной части и в другой. И задействованы в одной части и в другой. Свет горит до утра. Работает. И там ни один человек, и ни два. Там их много работает. На прием Дмитриевича запишитесь еще раз, хорошо? Мы же договорились с ним. А когда он будет? Ну, спросите. Теперь уже будет. Его ж уже назначили опять. Опять запишитесь к нему на прием. И все по старости. Все по новой будет. Что мне написало областное управление по наркотикам? Не пишите больше, никуда не ходите, потому что этим они не занимаются. Ты знаешь, что мне единственное, что хотелось видеть, лицо начальника. Сейчас новый, кстати, начальник. Новый? Поменяли, да. Они каждый раз меняют, а толку никакого. Молодой парень с нового Бога. С нового Бога. Вот я буду в прокуратуре. Я подала там заявление в прокуратуре. И вот скажу, какой прокурор. Что я расследовала больше, а прокурор не мог работать. Просто они хотят и не делают. Никто сейчас ничего не хочет делать. Но я тебе хочу сказать, если хочешь, если я захотела, я нашла 45 тысяч. И в банки выдали людям. Потому что я хотела. Мне было желание. Понимаешь? И все. И так это. Как это? Да, я не могу. У меня все есть. Они делают. Постоянно делают эти люди. Открыто видно. Как они садятся в машину. Куда они едут. Остается один вопрос. Как зайти и все это зафиксировать? Милиции доверять нельзя. Два вопроса. С кем еще? С кем зайти? Да. С кем зайти? Это надо, чтобы была общественность, которая не вот этих делах. Чтобы зафиксировать. Допустим, громада фиксирует. Тогда еще, допустим, движение вот это против наркотиков тоже фиксирует. А так как одна милиция, она что хочет, то и делает. Все. И на этом конец. И будет постоянно одно и то же. Если мы одни, Юра, мы ничего не сделаем. Ты согласен? Конечно. Конечно. Мы будем объединяться. Да посидите, подождите. Спасибо.